Осыпаются надежды Достает зима белые одежды Для бульваров рек и крыш Понемногу остываю Споры, мысли и дела Люди до весны окна закрывают Пряча слабые дела Чтобы снова возвратиться Перезимовав вдали В теплые края улетают птицы Унося тепло земли Замерли в немой печали Тополя, как сотни вдов Ветер им споет Долгими ночами Мори полярных льдов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Девочка Девочка Весна С длинными ногами Спит себе спокойным сном Я боялся этой игры Потому что команда играла уже на грани своих сил Это было видно Уже в игры в кубке Когда в первом тайме игроки не могли разбегаться Очень тяжелые были Но во втором тайме играли Немножко на эмоциях Потому что им сказали Что надо показать себя Всей Европе Чтобы знали Что такие заняты Есть ощущение Что сегодня у «Зенита» Далеко не все получилось На ваш взгляд Почему так случилось? На счет На самом деле Горица ЦСКА была сильнее Да, 3-0 Комментарий слишком Ребята все равно старались Все И по настрою И по самодаче Никому нет претензий Да, ЦСКА сегодня Показал Что в принципе Они хорошая команда Умеют играть Ну и конечно Это был последний шанс Выиграть чемпионат России Одного из журналистов В прессе Не помню в какой газете я читал Там было сказано так Если дисквалифицировать За такие вещи Которые происходили вне поля То с тем же успехом Можно дисквалифицировать За нарушение правил дорожного движения За рулем Или предположим Я не знаю За что-то такое Вообще Не связанное с футболом Мне кажется это абсолютно Точное мнение Потому что Ну прав Родимов Не прав Это дело второе С его высказывания В конце концов Все-таки у нас Ну свобода слова есть Но наказывать за такие вещи Вне футбольного поля Это просто Дисквалификация Ничему такому не верим Ничему такому не верим Ничему такому не верим Я знаю что написали На задачу против меня Стать в спорной прессе Знаем что это было специально сделано У игроков я это не читал Потому что руководство Нашего клуба не хотело Чтобы я их читал в прессе Что там просто По одной игре По одной игре Только то написали Против зенит Что просто я не понимаю На мой взгляд это вообще просто Нужно выжать из ума Окончательно Вот за что Действительно надо Дисквалифицировать Хотя это тоже в общем Точка зрения Но нужно просто знать Этого человека Который даже на тренировках Конфликтует С партнерами С теми С кем он может На тренировке В двух сторонке проиграть То есть это человек Который не любит Проигрывать Каждый клеток На матч против зенита Александр Тарханов Вышел с четверкой Защитников Одним опорным Четырьмя игроками Средней линии И единственным Чистым форвардом Барихо Судьба Травмы Дисквалификации А также тактические Уловки Были сполна Продемонстрированы Властимилом Петержелой Место в воротах Занял Чунтофальский Среднюю линию Образовали Денисов и Горшков А в нападении Пару Аршавину Составил Дмитрий Макаров Александр Киржаков Оставался На скамейке запасных До второго тайма Но тем не менее В первой половине Атакующая Мощь зенита Была продемонстрирована В полном объеме И на двадцатой Минуте Аршавин Получив мяч В штрафной Прострелил вдоль ворот Где Олегу Власову Оставалось Лишь не промахнуться По пустой сетке Хотя Можно и сказать Что он оказался В нужное время В нужном месте Более двух тысяч Зенитовских фанатов Устроили Фаер-акцию В результате которой Матч был прерван Аж на пять минут Ближе к концу Тайма Действия в своей штрафной Виктора Анопко Вполне заслуживали Одиннадцатиметрового Но фол против Владимира Быстрова Арбитр Каюмов Оставил без внимания Точно так же Как и несколько минут спустя Пропустил он Боксерский удар В голову Быстрову Со стороны Леандро А вот несколькими Мгновениями позже Когда наш Хавбек Может быть и немного резко Но все же скорее По инерции Врезался в спину Латиноамериканскому Хавбеку Каюмов Проявил чудеса Строгости Вполне вероятно Что Быстров Заслуживал карточки Но не более чем Желтый А увидел перед собой Сразу красную Но Зенит Голыми руками Было не взять Едва начался Второй тайм Как Игорь Денисов Невероятным Парашютом Забросил мяч Прямо За шиворот Галкиперу Рыжикову Это была уже Весомая заявка Но Петржелла Решил играть Судьбой и дальше Бросив в бой Нападающего Александра Киржакова И тот едва Выйдя на газон Сразу бросил Игоря Денисова В гостевую штрафную Фолл против Нашего полузащитника Не был стопроцентным Но по совокупности Двух нарушений Одиннадцатиметровый Тянул на справедливый Киржаков его Без труда реализовал А все что удалось Гостям это Гол престижа В исполнении Рогачева Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова